Сейчас надо сделать такой экскурс, кто такой был Селим II, потому что это имеет прямое отношение к нашему фильму и к истории Царицына, и к истории Волга Донского канала. Кто такой Селим II, буквально вкратце. Почему снимают с Википедии в прямом эфире? Потому что они буквально после наших работ они могут менять информацию прямо на ходу. Ну а пока, пока они этого не знают, пока эта информация, это стекается сюда, вот примечания, библиография, откуда это всё берётся. То есть из источников, из исторических источников, где-то написано и так далее, и так далее. Так, ну вот, значит, Селим II. Селим II. Я всё читать не буду, я сейчас обращу конкретно на несколько вещей внимания. Его звали как ребёнок Султан, четвёртый ребёнок Султана Великолепного, был известен под прозвищами Селим Пьяница, Селим Блондин, то есть он белый был, Блондин. Далее. В 1558 году после смерти Роксоланы. Кто такая Роксолана? Роксолана. Известно как Роксолана. Настоящее имя неизвестно. То есть Роксолана – это был такой народ. Роксоланы сейчас мы посмотрим. А так в поздней литературной традиции её имя Анастасия Александра Гавриловна Лисовская. Ну, то есть русская – это уже дама, наложница, а затем жена османского Сулеймана, султана Сулеймана. Не знаю, вряд ли она наложница, она так и была. Жена, раз она мать султана, Селима Второго. Итак, возвращаемся к Селиму Второму. Роксолана. Кто же такие Роксоланы? Роксоланы – это у нас, пожалуйста, Рохс-Алан, Рухс-Алан, Рюс-Алан, Светлый Алан, ираноязычная. Ну, это враньё, конечно, ираноязычная сармата аланская. Второй век – это вообще всё, как бы это можно убирать просто всё это враньё. Мы сейчас вернёмся вот сюда, прямо сразу вниз, потому что я это прочитала как Рус-Аланы. И, пожалуйста, прям как и Ломоносов, первым, кто в России предложил отождествлять Роксолан с Русами-Русами, был Ломоносов. То есть это Русы-Русы, дальше можете сами почитать. Вот я сняла это всё в прямом эфире. Кто против этого возрожал, как вы думаете? Это Клеин возрождал, Лев Самойлович Клеин. Запомните его. Это ярый русофоб, просто активный русофоб. Он продвигал нормандскую теорию, активно её придерживался, ругался там со всеми, которые были против, и навязывал, что славяне всегда зависели от европейцев. Вот этот такой вот Клеин. Но он уже ушёл из жизни, то есть уже не будет так активно это дело продвигать. И вот в корне Рос-Аланы, корень Рос, это Рос-Рус. Соответственно, получается, что Селим II белый блондин и его жена Роксолана, тоже русская, это были русские люди, казаки. Османы, потому что это атаманы. Это переделали слово, из-за атаманов переделали слово в османы появились, появились такие османы. И вот что дальше интересно. А далее сквозь, продираемся сквозь враньё, неудачный поход на Астрахань, что там было за поход. Датировки, соответственно, тоже были другие датировки, там 7 тысяч лет с чем-то было. Сейчас вот не буду подсчитывать, потому что Пётр I изменил календарь, убрал 5 тысяч лет. В Стамбуле был разработан план по объединению Волги и Дона каналом. Вот когда, значит, появляется проект Волгодонского канала. Стамбул, это тоже изменён из русского слова, потому что это был Царьград, то есть там никакой Турции не было, там была Византия, это уже всё это было русское, и из русского слова появляется как Истамбул, Истамбул, и там бул. Бул из малороссийского, но ныне украинской считается, бул, был, был, булы, булы. Здоровенькие булы. Вот, и там был, разработал план. Значит, соответственно, вот когда прослеживаются истоки проектов Волгодона каналом, годы Янычара и татарской кавалерии начали блокаду Астрахани и работы над Волгодонском перешейке, в то время как флот, господи, как это можно всё вообще, как флот Османская, Атаманская империя осаждал Азов, но не зон Астрахани отразила осаду, 15-тысячная русская армия атаковала, разогнала рабочих и татар, которые были направлены для защиты, а Османский, Атаманский флот был уничтожен штормом. Вот видите, как это во всё это продираться сквозь вот этот текст. Где шторм? Где Волгодонской канал? Волгодонской-то где до, а шторм-то где был? На Азове, на Азовском море. Как это вообще, вот это всё, как этот текст вообще происходит? Как они это всё сочиняют? Просто уму непристижимо. Да и такая же вот получается уж слов, слов приличных не нахожу. Основным соперником великого визиря Махмеда Соколова. Махмед Соколов, это Соколов, великий визирь Махмед Соколов. Что такое визирь? Визирь – это по типу нашего, по типу нашего министра иностранных дел. Вот визирь. Махмед Паша Соколов. Ну, Соколов, короче говоря, он был. Вот, и появился тут у него купец Иосиф Наси, ранее известный как Джуа. Вот к чему вот эта информация? Это был богатый португальский еврей, появившийся в Стамбуле в последние годы правления Сулеймана I, который вскоре стал закадычным другом будущего султана Селима II. Наси не жалел золота и драгоценностей на подарки престолу-наследнику. Вступив на престол, Селим вознаградил его, сделав пожизненным правителем острова Наксос. То есть он, правильно, влез вот сюда, вот в эти дела с помощью коррупции, подкупив наследника, купил, получил остров, отвоен у Венеции. Но опять-таки это все делить на 116 надо. Однако Наси жил в Стамбуле и добился от султана монополия на торговлю винов на всей территории. Но вот на это похоже. Вот в этом можно поверить, что пришел, подкупал для того, чтобы стать олигархом и завладеть вот этой монополией на торговлю вином. Ну, похоже, да. Наси имел неплохую сеть, но кто бы сомневался, осведомители в Европе и поставлял султану важные политические новости, а кроме того, постоянно посылал в подарок Селиму свои лучшие вина. И вот, вот такая информация. То есть у нас появляется Волгодон, русские люди, которых вот уже отуречивают этими именами, а как они на самом деле, по всей видимости, и говорили все на русском, и были это все русские. Как там на самом деле было, это еще нам надо будет разбираться и разбираться и разгребать это все. Но пока вот все это пошито белыми нитками, и русский язык, и вся эта русскость, она везде просто вот вылезает у них. Не могут они это все спрятать, но никак не получается. Как бы не меняли они вот эти слова, но все это и Роксоланы, и жена Роксолана, и сам этот Селим, этот блондин, все это следы русского, и сами названия, все этимология идет из русского языка. И то, что проект «Волга-Дон», соответственно, это должна быть цивилизация развитая, потому что у каких-то просто кочевников на осликах, там на лошадках ездили, если они набеги какие-то устраивали, им бы и в голову не пришло. Это должны быть грамотные, образованные люди, которые знакомы и с математикой, и с гидротехникой. То есть это должно быть очень серьезные инженерные мозги для того, чтобы разрабатывать подобные проекты.